Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании, и сегодня я начинаю новый влог. Прежде чем его начать, я хотела поздороваться с вами лицом и сказать вам огромное-огромное спасибо вам за поддержку. Вы такие все хорошие котятки! Огромное спасибо, что вы поддерживали меня под последними видео, и с прической, и то, что я там про ремонт начала рассказывать. В общем, супер! Я не ожидала такого отклика, я знала, что мои постоянные комментаторы обязательно меня поддержат, но я не думала, что вас так много! Спасибо большое! Вот, значит, я прошлый влог еще не выгрузила, но закончила я его на том, что я немного приболела из-за кондиционера, но потихоньку восстанавливаюсь, и достаточно быстро я восстановилась, буквально там 3-4 дня, да, вот, решила, что пора уже подключаться, тем более у меня есть продвижение по ремонту, у меня есть продвижение по работе вязальной, которое даже с вязанием там не совсем связано, но и связано с вязанием. В общем, покажу вам готовые работы, покажу то, что я печатала на 3D принтере, покажу классный образ, которым я дополнила, уточку, которая вам тоже понравилась, утка-граф. Вот, будем начинать новый влог, посмотрим, как он будет продвигаться. И еще по поводу вот этих плейсматов, подставочек, я вам расскажу тоже, что я там подумала. Пока что решила не вязать вот эти вот тряпочки, да, для мытья посуды. Посмотрим, возможно, я посмотрю, сколько останется пряжа, потому что у меня появилась другая идея, что я хочу связать. Вот, так что пока телефон заряжается, я сейчас переключусь на стол и покажу вам, что у меня связалось. Покажу графа Дракову утку, покажу, чем занимаюсь и расскажу именно про вот эту вот рукодельницу, хозяюшку рукодельницу, что я из нее решила связать. И еще у меня там покупочка одна лежит, не забыть бы ее показать. Очень классная, кстати, ее поближе я вам покажу. Возможно, вы скажете, действительно ли она такая классная, как мне кажется. Так, я переместилась поближе к зарядке, поэтому здесь нет моего коврика, просто стол будет. Ну и давайте я вам буду показывать, что я связала. Во-первых, я вам говорила, остановилась на том, что вязала пингвиненка. Вот такой он у меня получился, маленький, хорошенький. Забыла ему щечки сделать, еще нужно будет оделать щечки. Также я связала бабочку. Бабочка не совсем такая получилась, как на фотографии. У нее получились более яркие крылышки. Ну, я думаю, что ничего страшного. На самом деле, эти крылышки невозможно сделать одинаковыми, потому что они красятся уже по итогу. То есть, сначала вяжется, потом это все красится. Также я сейчас вяжу ромашку по мастер-классу Нэнсиупса Анастасии Кирсановой. И давайте я вам покажу графа Драку. Так. Значит, я вроде бы как его закончила, но тут мне опять написали, что нужно доделать. В общем, захотели еще маленьких пауков, летучую мышь и череп, чтобы я сделала. Так, значит, так как я делала пауков, я решила дополнить еще сам гроб рисунками, как будто это паутинка. Я надеюсь, что она читается как паутинка. И на 3D принтере я распечатала паучков. Они там идут одним файлом. И, в общем, я их приклеила, как будто они вот там ползают, вылазят. Также на крышке я сделала вот такого паучка. И с обратной стороны здесь такой, скажем так, трупик паучка. В общем, свернувшийся, погибший паучок. И у меня остались еще остальные паучки, которые я просто положу их к заказу. Вот, ну, на 3D принтере, когда печатаешь, конечно, ну, такое себе. Они получаются качеством. Что-то похожее на пауков, но поменьше я их сделать не могу, потому что не позволяет сам 3D принтер это сделать. Ну, как бы ладно. Вот, потом мне сказали снова переделать утку. Не понравилась длина волос, поэтому я делала волосы длиннее. Тоже еще не знаю результаты. Может, опять надо будет переделывать. В прошлый раз мучилась, не могла проколоть эту голову. И в этот раз, я уже не знаю. Если еще раз надо будет что-то делать, я просто буду приклеивать, и все. Либо придется полностью перевязывать. Также я на 3D принтере напечатала вот такую летучую мышь, разукрасила ее. Не хватает, наверное, глазок, да? Непонятно. Но она такая, ну, типа имитации, в общем. Также попросили свечи еще, я забыла сказать. Значит, свечи тоже шли одним файлом. Вот такие вот, получается, 5 свечек. Я их разукрасила, то есть напечатала, и потом разукрасила, сделала таких под старину свечечки. Если сблизи не смотреть, сдали смотреть, то очень классные результаты, мне очень нравится. И еще расскажу вам, что вот тоже были в одном файле. Здесь, получается, стаканчики в виде черепов и эти бутылочки, да? И, в общем, я когда их чистила после того, как 3D принтер напечатала, потому что он печатает, там остаются такие волокна, которые нужно убирать. В общем, я испортила одну чашечку, но потом я сделала, как будто она разбита. Вот, надеюсь, что тоже понравится. Посмотрим, может быть, нужно будет переделывать в этом плане. То, что это, как бы, чашечки, прикольно, стаканчики, да? Но хотел именно череп заказчик. Ну, посмотрим, подойдет ему в виде такого черепа или нет. В общем, отпишется. Вот такой вот у меня заказ получился. Не знаю, пока что жду ответа. Как ответить, так будет понятно. Да, кстати, под видео, где я говорила про прическу, меня спрашивали, как отреагировал муж, по-моему, в предыдущем вот влоге, который я еще не выпустила, я уже ответила. В общем, пока что муж тоже привыкает, как и я, к прическе. Она очень короткая. Я никогда не была с такой короткой стрижкой. Наверное, только в детстве, когда ходила в садик, меня мама так подстригла. И потом у меня были всегда волосы либо до плеч, либо ниже. Так коротко я никогда не стриглась. И, соответственно, ну, для меня это вообще очень-очень новое, непривычное. Для меня немножко это дико. Я себя не воспринимаю в зеркале, не могу к себе привыкнуть. Ну и муж, соответственно, тоже. Он меня всегда видел с длинными волосами. В прошлом году я коротко подстриглась до плеч, но все равно это была как бы нормальная длина, более-менее. Он достаточно быстро привык. А вот эта стрижка прям очень-очень коротко. Так, значит, покупку покажу вам. Я вам показывала, что я купила для своей джинсовки вышивку от Панна Земля Евразия. Также я купила на Алиэкспресс водорастворимую канву. И все-таки решила взять пяльца. Пяльца я смотрела и все думала, какие взять. Все-таки это будет джинсовка. Какие-то дешевые, пластиковые мне не хотелось брать, деревянные, с моими кривыми ручками. Они очень быстро поломаются, потому что я не очень умею ими пользоваться. В общем, я бы их сломала. И я купила вот такие пластмассовые пяльца. В общем, они трех размеров идут. Наверное, я буду вышивать на больших, может быть, и вот на таких все-таки. Значит, здесь получается внутреннее кольцо. Оно вот так вот сжимается, да, натягивается. И это очень упруго здесь выглядит. Я почитала отзывы. Отзывы были достаточно хорошие. Кто писал, сказали, очень классные пяльца. Тоже не ожидали, что они будут такого качества хорошего. Ну, в общем, буду пробовать. Но это будет зимой. Сейчас я на джинсовке вышивать не буду, потому что, ну, очень долго это все у меня тянется. Я вот еле-еле довязала жилетку младшей дочке. Сейчас вам покажу, в каком она состоянии. Не очень красиво. Но после стирки и отпаривания все будет хорошо. В общем, такие кривые петли. Так. Так. Друзья, я вас подвину сюда. Опа! Значит, вот такие вот кривые петли. Здесь еще потянута горловина не очень. Вот. Значит, я сначала обрабатывала в карман, но мне не понравился результат. Не очень. Вот. Я решила все-таки просто набрать петли по краю, да, обычно, и обвязать. Ну, вот с этой стороны не очень удачно я как-то набрала. Нужно было чуть дальше набирать. Ну, да ладно. В общем, рабочая будет школьная жилетка. В предыдущей тоже были такие кривые петли, но после стирки и отпаривания они очень хорошо выравниваются. Полотно вытягивается тоже. Тут все выравнивается, все становится аккуратненькое. Для средней дочки я взяла, все-таки обрезала вот так вот жилетку, верхнюю часть вообще взяла, выкинула, потому что там вот такие вот рукава получаются, и они для восьмилетки узковатые выходят. Я решила их сделать больше и больше сделать горловину, потому что после обработки она очень сильно подтягивается. Соответственно, я там горловину тоже пересчитала, все пересчитала и буду делать по-другому. Там получается, ну вот я обрезала, пару рядов провязала для того, чтобы мне было удобно стартовать вверх вязать. И сейчас уже разделила на перед и спинку. Здесь у меня получается пройма идет чуть ниже, чем горловина. В жилетке для средней будет горловина идти на уровне проймы. Там я посчитала, у меня выходит на пройму... На пройму выходит, сколько я посчитала? 57 рядов, а здесь я делала 37, ну то есть на 20 рядов больше. Я думаю, что как раз будет нормально. Надеюсь, что я опять не прогадаю. Так, и еще я хотела с вами поговорить насчет подставок. Значит, я довязала полностью комплект, который хотела делать. Это круглые плейс-маты на стол в 5 штук и 5 штук под кружечки я сделала. И у меня остался... Ну вот я продолжаю этот же моточек, который у меня остался. И еще один целый моток этого цвета. Я решила, что даже если вязать тряпочки для мытья посуды, как бы можно попробовать, но зачем их мне так много? Их с целого мотка выйдет просто куча этих тряпочек, мне столько не нужно. Я решила, что я хочу связать одну салфетку большую, вот практически такую же, как плейс-мат, но на один ряд меньше. И хочу ее положить под мультиварку. И вторую салфеточку сделать на один ряд меньше, чем я делала под стаканчики. И положить ее под кухонные приборы. Там, где у нас лопаточки, щипцы для переворачивания. В общем, хочу для вот этого стаканчика, потому что я заказывала с Алиэкспресс. Я потом вам покажу, когда на кухне буду все аккуратненько составлять. Покажу вам новые ложки, вилки, которые я приобрела. Мне они очень нравятся. И вот этот вот стаканчик, который, он получается внизу дырочки, но нету тарелочки. Я почему-то думала, что будет тарелка. Я такие же смотрела наборы, они были все с тарелочкой, тут без. Поэтому я решила, что сделаю такую салфеточку. Будет аккуратненько на столе это стоять. И мне кажется, это лучший вариант будет, чем просто оставлять без ничего. Возможно, это будет смотреться как-то по-колхозному. Я не исключаю этот факт, но с другой стороны я подумала, ну свяжу эти салфеточки. Если они там не будут смотреться, то я их уберу. Но я их буду вязать ровненько-ровненько получается по размеру мультиварки. То есть она сильно не будет, эта салфеточка, выступать. И ровненько по вот этому стаканчику буду вязать. Тоже не сильно будет выступать, там чисто будет видна немножко обвязка. Вот, чтобы, ну мне кажется, должно смотреться это все нормально. Так, по вязанию я, наверное, рассказала все. Да, по вязанию я рассказала все. Сейчас мы с вами, давайте, сходим на кухню и посмотрим, что мне сделали там по ремонту. Так, значит, что мы сделали здесь на кухне? А на кухне сегодня положили линолеум. И я лоханулась. В том плане, что я, оказывается, взяла другой линолеум, не такой, как был предыдущий. Давайте я вам потом это покажу. Значит, дверь закрыли. Вот, огромный кусок линолеума стоит еще остался. Я думаю, что мы отдадим родственникам на балкон. И теперь можно здесь ходить. Ходить, не переобуваться, никаких не нужно картонок. Потому что у нас был период, когда мы все убрали и нужно было... Подходишь в туалет, хочешь сходить, одеваешь тапочки. Подходишь в туалет, снимаешь тапочки, идешь в туалет. Выходишь с туалета, одеваешь тапочки. Доходишь до ванны, снимаешь тапочки, заходишь в ванну, моешь руки. Выходишь с ванной, одеваешь тапочки. Доходишь до коридора, снимаешь тапочки, идешь в комнату. Потом у нас был период, когда мы стелили возле туалета, ванны, картонку и как бы перескакивали. А сейчас все отлично. Линолеум отлеживается сейчас пока что. Единственное, что мы не сделали Плинтуса Потому что плинтуса мы будем делать После того, как мебель уже будет стоять Так, давайте я переключу камеру И мы посмотрим с вами Что получилось Так, вот такой линолеум Классный Без плинтусов он пока что смотрится не очень Я еще не взялась за батареи Заставьте меня, пожалуйста, это сделать Потому что Ну, за это надо взяться Меня пугают вот эти моменты Которые тут заляпали на батареях Это все нужно почистить И еще нам сделали Газ Значит, приезжали, делали сварку газа Во-первых, поменяли счетчик Раньше у нас был Вот такой огромный счетчик Который больше моей руки Сейчас это вот такой Маленький малышек такой И так как у нас будет отдельно варочная поверхность И отдельно духовой шкаф И то, и другое будет газовое Соответственно, нам нужно было такое разветвление Нам сделали, пока что поставили заглушки Потому что тут еще все нужно доделать Нужно убирать эти розетки Нужно переносить розетки в другое место Для подключения техники В общем, работы еще хватает Соответственно, пока что некуда ставить варочную поверхность Сделали заглушки Когда кухня будет готова Тогда уже все сделают Вот, значит, линолеум Я в восторге от того, что получилось В этот раз мы решили пригласить, чтобы линолеум обрезали В прошлом году мы обрезали сами И так как я брала очень жесткий линолеум Вот он, я надеюсь, что отлежится Потому что вот здесь вот какие-то заломы Они мне не очень нравятся Но они должны отлежаться Значит, в прошлом году мы резали линолеум сами Это очень сложно, очень тяжело Он толстый Давайте я вам покажу поближе Значит, это линолеум Таркет Гладиатор Мускат Но я лоханулась Потому что в прошлом году мы брали Таркет, Гладиатор Но не Мускат А брали Глосс, если я не ошибаюсь И, в общем, он другого цвета Как вы видите Ну, мне вот этот Вот этот, который сейчас Нравится больше Сейчас этот просто закрыт Чтобы совсем его не заляпали Каким-то старым советским линолеумом Вот, здесь уже приделали плинтус Чтобы был Нам остается сделать только Плинтуса Не плинтус, здесь порожек сделали Поставить плинтуса И вот здесь вот получается Под дверью Тоже я уже нашла решение Нужно будет взять уголки Силиконовые Которые как кухонные Я, наверное, возьму беленькие И мы под дверями тоже сделаем Такие уголки У нас стоит в коридоре Такие уголки Мне они нравятся Красиво, аккуратненько Это все выглядит Вот Так что вот такие у нас Продвижение с ремонтом Что по планам? По планам Значит Пока я не уехала В деревню с детьми Потому что я собираюсь уезжать Снова пропаду на какое-то время Вряд ли я что-то в деревне буду снимать Даже если буду снимать Там очень плохо работает интернет Потому что нас много А там Не скоростной камень И, соответственно, интернет плохо работает И я сделаю тоже на канале Какой-то перерывчик Значит Что остается? Нужно убрать подоконник Поставить столешницу Пока что столешница не готова Как только будет готова Я уже нашла человека Который будет делать Пластиковые откосы Он тоже ждет Когда я позвоню Тут откосы не очень долго делать И он сказал Что подоконник Все мне сделает Поставит Без проблем Аккуратненько должен убрать Я ему объясняла Что у меня уже стены готовы Нужно это все аккуратно доставать Значит Остается окно сделать Сделать проводку Я уже, по-моему, говорила вам Что этим занимается мой свекор Аккуратненько мне все сделает И мне нужно заняться батареями Во-первых Покрасить батарею Которая сама батарея И еще нужно покрасить Газовую Вот эту вот трубу И все Что вот с варкой Было тоже Они сказали Нужно немножко почистить И поставить И значит Нужно будет Все это покрасить Они меня предупредили Что все это нужно будет покрасить Так Ну и вот на этом Пока что С ремонтом все Кухню уже частично Дали на распил Через месяц Вроде как Кухня должна быть готова Ну и на установку Какое-то время понадобится Я надеюсь Что я вот За недельку справлюсь С этими всеми Мелочами И уже уедем С детьми Отдохнуть Пока здесь Пока Здесь ничего такого Происходить Крупногабаритного Не будет Чтобы я Мне не нужно было Здесь присутствовать Вот Все Давайте я Этот кусочек Буду Сейчас заканчивать Подключусь К вам Когда Значит Что мне надо связать Довязать ромашку И связать Еще Божью коровку Черного цвета Черно-красную Божья коровка Черная Да Но мне надо Красными Крылышками Сделать И И винивца Мне еще маленького Нужно связать А для этого Нужно сделать Когти Вот когда игрушечки Сделаю Я тогда К вам Подключусь И покажу Так Необычное Включение Из машины Съездили Навести Детей В лагере Правда Им осталось Совсем чуть-чуть Я прям Поражена Что Дети Будут До конца Они в лагерь Приехали Первый раз Конечно Через Два дня Где-то Они стали Плакать Что хотят Домой Вернее Средняя Стала Плакать Старшая Нормальна Вот Потом они И переболели Там в лагере Средняя Еще чуть-чуть Приболела Там что-то подхватили Непонятное Но достаточно быстро Восстановились Вот Значит я Сейчас Мы заехали По делам У мужа И я решила Подключиться Показать вам Что я вяжу Подставку Под Мультиварку И буду еще Вязать Подставку Под приборы Кухонные Так Еще я взяла С собой Такого цвета Серого пряжа Потому что Этого цвета Из которого я вяжу Осталось Совсем чуть-чуть Дальше буду Серого вязать По дороге Не вяжу Не то чтобы Были какие-то проблемы В дороге Чтобы вязать Раньше Меня очень сильно Укачивало Но когда Я стала делать Зарядку Каждый день У меня Стало Лучше Стал Лучше Работать Мой мужичок И теперь Меня в машине Не укачивает А раньше Прям доходило Было очень тяжело Когда Особенно Дети Отвлекали Что-то Показывали И меня Просто укачивало Так что Нужно было Прям с собой Держать пакетик На всякий случай На всякий пожарный Конечно Хорошо Что все обходилось Нормально Но мне нужно Было какое-то время Минут 10 Просто Сконцентрироваться В одной точке Когда мы едем И чтобы все Живы воздуху Сейчас все нормально Но мне нравится Сейчас путешествовать И смотреть по сторонам Смотреть природу Смотреть На домики На инфраструктуру В общем Просто путешествовать И наслаждаться Путешествием Вот В общем Такие вот дела Такое небольшое Включение Тут показать Я вам ничего Не смогу Здесь промзона Поэтому Подключусь Как-нибудь В другой раз Итак Всем привет Не помню Как это последний раз Подключалась И Сегодня Такое состояние Что-то Меня Сложило Я вроде бы Выздоровела Но Все равно Какое-то состояние Не очень Поэтому Я даже Легла сегодня Днем Поспать И вот Поспала И сейчас И сейчас Вообще Такое Разбитое Очень К родителям Готовить Смотреть За детьми Я гуляю Там С собакой Когда приезжаю Беру на себя Эту обязанность Потому что Собака Большая Ее надо бы гуливать Она живет в вольере Вот Ну и плюс Еще по хозяйству Там Есть Животные Которых Я помогаю Укормить Да Ну плюс Еще и потискать Их можно Поэтому Руки Обычно Либо грязные Либо еще что-то Ну с телефоном Там Носиться Не вариант И я думала Может Если мы поедем С детьми На велосипедах Что-нибудь Поснимать Но тоже Я повезу Младшего Ребенка На велосипеде Соответственно Нужно Чтобы Я хорошо Держала Равновесие Да Чтоб мы не упали И плюс За старшими Детьми Смотреть Чтобы они Аккуратно Ехали По проселочным Дорогам Потому что Там Дорога Постоянно Петляет А машины Ездят И по проселочным Дорогам Обычно Ну Необычно А некоторые Разгоняются Поэтому нужно Быть аккуратным Соответственно Я тоже Там Ничего Не буду Снимать И наверное Я даже Не буду Ничего Обещать Чтоб Не рвать Себя Что Вот Я обещаю Там Что-нибудь Поснимать Сама Ничего Не снимаю Так Значит Я Закончила Я вам Показывала Пингвиненка Я уже Упаковала Их Покажу В упаковочках А Ленивца Покажу Уже Достану Покажу Ленивца Ленивец У меня С Игрушечкой Маленькой Вот Такой Холесенький Малыш С Уточкой Такой Лупогладик Малыш Малыш Совсем Маленький Получился Если сравнивать Хотя Нет Нормально Я думала Он такой Кроши Такой Маленький Уже Вышел Прям Прям Вообще И Еще Я вот Не знаю Что с собой Брать Вязание Потому что Вязать Я по-любому Там Собираюсь Но Я Давно Собиралась Во-первых Нужно Подвязать Пчелок По Мастер Шмеликов Вернее По мастер Классу Анастасии Кирсановой Нанси Упс И Наверное Я буду Вязать Там Если Из Игрушек Это Какие-то Детальки Значит Я Хочу Связать В Размере 5 Сантиметров Обезьянку Плюс У меня Еще Был Вопрос На Чебурашку Которого Я Вязала Маленького Тоже Спрашивали Могу Ль я Его Связать Размером 5 Сантиметров Тоже Наверное Ну Повяжу То есть Заготовки Да Сами Детали А потом Уже Когда Приеду Сюда Буду Собирать Ну И Из Вязания Буду Брать Вязать Плейс Маты Я Вот Все Думаю Либо Сделать Из Такого Цвета Целый Набор 6 5 Штук Вот Я Вязала Прошлый Я Уже Убрала Я Еще Хочу Под Сушилку Вот Не Знаю В общем Суть В чем Понятное Дело Что Будет Шкаф С Сушилкой Для Посуды Да Но Так как У нас Людей Много И Чтобы Это Было Наверное Более Аккуратно Я Сейчас На время Ремонта Покупала Такую Сушилку Которая Пластмассовая Да Ставится И Туда Можно Все Складывать Она Такая С под Дончиком В общем Я думала Под эту Сушилку Тоже Связать Типа Такой Салфетки И Эту Сушилку Оставить Потому что У меня Возле Да Я Кстати Наверное Попрошу Чтоб У меня Передвинули Мойку Оставили Только Расстояние Вот Для Этой Сушилки Под Эту Сушилку Я Свяжу Салфетку Хочу Вот Такого Серого Цвета Мне Кажется Что Наверное Должно Мне Хватить На Сушилку О Как Это Рассчитать Должно Хватить Салфетку Я буду Вязать Не круглую А прямоугольную Тоже Столбиком С Столбиками С одним Накидом И Обязку Делать Столбиками Без Накида И потом Вот этим Узором Которым Я делаю Обязку Соединительный Столбик Воздушная Петля Соединительный Столбик Воздушная Петля Наверное Так В общем Я еще подумаю Эти тряпочки Я еще не вязала У меня там остался Кусочек Но я решила Что в конце Посмотрю Что у меня там От чего осталось Возможно Скомпоную Чтобы тряпочки Были не однослойные А сделать их Двуслойные Может так Будет удобнее И еще одного Малыша Я вам покажу Которого Вот закончила Буквально Недавно Решила Его закончить Я уже вам Потом показать Это вот такой Вот маленький Котенок В размере Два с половиной Ой Ну два с половиной Дюйма Это пять сантиметров Он у меня выходит Вернее два дюйма Вот Такой малыш И с этим С кубочком И с бантиком Сзади Бантик Это Атласная Ленточка Пять Миллиметров По-моему По толщине Если я не ошибаюсь Так Значит Что у нас По ремонту По ремонту У нас Привезли Столешницу На Подоконник Завтра Или послезавтра Приедут Сделать Столешницу Я покрасила Батарею С двух сторон Потому что Мы ее снимали Конечно Можно было покрасить Только с одной стороны Но раз уже сняли Чтобы там Ничего Не Ржавело Да Что все аккуратненько Было Я В качестве Защитного Слоя Нанесла Два раза Краску Также я Вдялась Там делать Полку Одну Для кукол Я думаю Что я вам Ставила Как я чистила Эту полку Тоже Вот хотела Снимать процесс Да Как я Эту полку Чистила Для кукол А куклы Там будут Из коллекции Вот помните Были У Деягостини Журналы С куклами Разных эпох Вот Дамы Эпох По-моему Называлось так В общем У меня эти куклы Стояли В полке Которую Мне сделал Папа Ровненько Вот по размерам Этих коробочек В которых Куклы шли Но там Коробки Такие Они Ну а бы какие В общем И они мне не нравятся Куклы Классно Что они В этих коробках Стояли И получается Не пылятся Но Во-первых Они так больше места Занимают А во-вторых Ну это смотрится Не очень Ну Не нравится мне И я решила Что Я эту полку Покрашу Во-первых Потому что Она такого Коричневого цвета А я вообще Не люблю Коричневый цвет Меня он Напрягает В интерьере Когда Когда там Стол Коричневый Да Ну Под дерево Делают Там Что у нас еще Кухня Если под дерево Сделана То есть У себя Я это Видеть Не хочу Когда это Другие Обыгрывают Мне Иногда Очень нравится Но для меня Желтый Цвет Он Очень Депрессивно На меня Действует И вот Даже Когда освещение Я выбираю Я выбираю Всегда холодный Максимально Холодный Цвет Даже Синевой Потому что Он Ну как бы Не знаю Освежает Придает мне Больше силы Энергии Поэтому Я люблю Чтобы все Было В белосерых Немножко Синевой Такой Да То есть Голубых Оттенках Чтобы это Было Холодное Мне приятно В таких Помещениях Находиться И вот И вот Эта полка Была Коричневая Потому что Папа Сделал Просто Из Дерева И Потом Он Покрыл Морилкой И лаком Если я не ошибаюсь В общем Лак я зачистила Чтобы Цеплялась Краска И покрасила Два раза Нет Три раза Краской Сейчас Хочу покрыть Еще вот этим Вот Защитным Слоем Которым Мы покрывали Кухню Лиссирующим Составом Да Я вам Показывала В одном Из влогов Я покрою Потому что Оно Такого Серебристого Еще цвета Хочу Слой Сделать Поплотнее Чтобы Так Красивенько Это все Смотрелось Потому что Я когда Красила Батарею Увидела Что В некоторых Местах Есть Пару Таких Капелек Небольших Буквально Один Сантиметр В диаметре Где Вот этот Лиссирующий Состав Очень Толстым Слоем И Он Так Интересно Смотрится Такой Серо Серебристо Жемчужный Цвет Получается Поэтому Я покрою Вот Полочку Этим Ой Извиняюсь Составом И В принципе Буду Вот ждать Когда Сделают Окна Мне Очень Нравится Столешницу Привезли Сегодня Она Очень Тяжелая Но Она Такая Красивая Серая Сделана Под Светлый Бетон Я Вам Попозже Покажу Сегодня Уже Подключаться Не буду Ни лицом Потому Потому Что Ну Как Опять Объяснила Какая Это Я Уставшая Вот Так Что Я Заканчиваю Свои Влоги У меня Там Еще Получается Есть Видео Которая Которая Не Выгрузила Про Куклу Я Начала Его Монтировать Потом Забросила Потому Что Снимала Влоги Поэтому Я Этот Влог Выгружу И Будет Какой Перерыв Я Ничего Снимать Не Буду Потом Уже Наверное Когда Приеду С Деревни Да Вот Про Полку Я Когда Говорила Думаю Буду Снимать Как Я Ее Там Зачистила Потом Буду Красить Боже У меня Вроде И Аккуратно Все Стараюсь И В Перчаточках И Чтобы Нигде Ничего Не Капало Но Все Равно Все Руки Пол В В Этой Краски И Хорошо Что Я Не Снимала Если Телефон Был В Этой Краски Это Просто Кошмар Хорошо Что Краска Отмывается И Все Нормально Пол Я Отмыла Руки Тоже Все Отмылись Но Это Все Равно Грязная Работа И Мне Не Хочется С Телефоном Возиться То То Это Надо Чтобы Кто Стоял Снимал Например Детей На Бригаде Да Чтобы Они Там Показывали Какие То Моменты Но Детей Рядом Нет Кстати Они Возвращаются Вот Скоро И Мы Все Вместе Поедем У У У У У У У У У Чтобы Все Чистенько Было Так Что Возможно Вам Покажу Как Я Буду Наводить Порядок А Может Быть И Нет Посмотрим Все На Это Я Заканчиваю Большое Спасибо Вам За Вашу Поддержку За То Что Вы Пишите В Комментариях Очень Приятные Слова Огромнейшее Вам Спасибо Также Спасибо За То Что Вы Продолжаете Меня Смотреть То Что Вам Нравятся Такие Я Благодарна За Каждое Доброе Слово За Каждый Просмотр Увидимся С Вами В Новых Видео До Новых Встреч И Всем Пока Пока